По рассказам супруги, 38-летний Сергей Гордеев работал токарем на алтайском заводе агрегата. В 21 марта во время производственного процесса на мужчине загорелась одежда. Результат 45% ожогов тела. Спустя три недели отец семейства умер в больнице. Сейчас следователи ведут проверку по 143 статье о нарушении правил техники безопасности. Конечно, истории со столь трагичным финалом в крае немного, но травматизм фиксируют ежегодно. Традиционно для нас являются резонансными и мы видим некую здесь зависимость от как раз формирования безопасных условий труда. Это работа на высоте, работа с разлетающимися и движущимися деталями на производстве. Там, где есть нарушение и производственного цикла в рамках формирования безопасных условий труда и несоблюдение простых инструкций работниками на своем рабочем месте. На каких предприятиях с охраной труда дела обстоят не лучшим образом, нам сегодня не конкретизировали. Зато показали, где несчастных случаев не было ни разу с момента основания предприятия. Швейный цех на заводе Алтай Лесмаш появился недавно. Но совсем скоро газоэлектросварщики завода будут работать в фирменных костюмах, которые загореться просто не смогут. На свадщиках я хочу сделать акцент. Это наши новые ткани, это российские ткани, из ароматной ткани. Они легче и еще они не прогорают. Действительно, вот уже экспериментально мы проводили, прогораний нет. Впрочем, на этом предприятии за жизнью и здоровьем сотрудников следят особенно. Здесь даже пол в цехах сделан так, чтобы максимально избежать несчастных случаев. Промышленный пол нам позволил произвести более плавную логистику. То есть все переходы имеют определенные изгибы, радиусы, чтобы человек не мог не запнуться. И в своем перемещении мы используем по большей части электроштабелеры, электротележки. Всего на заводе, где выпускают тяжелую гусеничную технику для нефтегазовой промышленности и дорожно-строительной отрасли, работает 144 человека. 18 из них трудятся на вредном производстве. Те самые газо-электросварщики. Кстати, за вредность здесь дают, как в советские времена, молоко. Аттестация произошла в льготных мест с классом 3.1. Молоко, которое предусматривается по заявлению работникам, выдается как компенсация. Я бы не хотела сейчас в рамках этого мероприятия называть там кто-то худший или лучший. Мы все сегодня ответственны за соблюдение безопасных и создание безопасных условий труда. Есть предприятия, которые находятся в процессе модернизации и выявляют для себя в рискоориентированном подходе слабые стороны для того, чтобы устранить эти моменты. Всего по статистике в прошлом году в регионе произошло 83 несчастных случая на производстве. В этом 15. В то же время Алтайский край сейчас находится в лидерах по специальной оценке условий труда работников. По данным Надежды Капуры, более 98% рабочих мест прошли специальную аттестацию и являются безопасными. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.